Санкции, которые вводятся все больше и больше против России, как они влияют на сельское хозяйство? Сказываются ли они? Технологии прекращают поступать? В общем, выигрывает сельское хозяйство или проигрывает от этого? Слушай, в одном вопросе сразу три ошибки. Первое. Никакие санкции против России не вводятся. Санкции вводятся против каких-то олигархов, каких-то чиновников и против технологий двойного назначения, чтобы что-то не продавалось в России. Но если Россия технологически сильная держава, то зачем ей покупать что-то иностранное, когда она может сделать все сама? Ну или, по крайней мере, купить в Китае, если уж на то прошло. Потому что китайцы не так зависят от импорта из Европы и США, а на самом деле делают многое сами. А трактора, Павел Николаевич? А? А трактора, которые мы вчера как раз показывали? Они не попадают ни под какие санкции вообще. И семена не попадают под санкции. Это не продукция двойного назначения. И поэтому мы этих санкций не видим. Другое дело, что в нашей стране введены ограничительные меры, которые, по сути, являются санкциями только против своего населения. Это элементарно. Ты же, например, можешь понимать, что чем больше товара на рынке, тем ниже цена. Согласен с этим? Ну да. Ну если взяли, отрезали весь импорт и сказали, нет, вы не ввозите. Значит, вот это, вот это, вот это, вот это. Причем мы сами. То в результате цена что должна? Подняться. Она не может, не должна подниматься только в том случае, если одновременно с введением вот этих ограничительных мер сразу же даются инвестиции в сельское хозяйство. И становится выгодно производить продукцию. Вот тогда санкции не влияют ни на что. А потом, вот я вспоминаю, а что такое санкции? Вот, например, вывозить продукты, питание в Россию нельзя. Мы так решили. А вот радиоактивные отходы, оказывается, из Германии вывозить можно. Логика-то в чем? Если это потенциальный враг, выводите санкции, ну и пускай они там сидят со своими ядерными отходами. Что ж вы везете сюда всякую гадость, а продукцию вводить сюда нельзя. Вот сыр нельзя, молоко нельзя, а вот этот радиоактивные хвосты, пожалуйста, сколько хотите. И поэтому тут несколько другая история, на мой взгляд. Но дело не в санкциях. Дело в том, что главное, чтобы мы сами производили большое количество качественной натуральной продукции. Любой. Ну или там новые технологии. Поэтому мы когда-то пахали только на своих докторах. Их было огромное количество. Больше 600 тысяч докторов было. А сейчас осталось 125. И, к сожалению, если уж ты начинаешь выбирать импортный трактор, потому что в России многие виды тракторов, типы тракторов не производят вообще. И поэтому у нас, меня сейчас спрашивают, а что у вас нет трактора из Кировского завода? Я говорю, а посмотрите на него. Он, конечно, огромный, но у нас на полях он не развердется. И он не пропашной трактор. Его нельзя загнать в междурядье, но в овощную, скажем так, или в земляничную грядку. Это невозможно сделать. Мы вынуждены покупать то, что есть на рынке, а это преимущественно импортно. А специальную технику вообще никто в России не производит. Найти российский опрыскиватель, российскую машину для измельчения и внесения соломы, практически невозможно. Поэтому мы видели это все на техосмотре. Подавляющее большинство техники — это импорт. Да. Ну, правда, и вы тоже, когда покупаете автомобиль, что-то, если вы себя уважаете, у вас есть деньги, вы не купите Жигули. Вы начнете покупать какую-нибудь Тойоту, какой-нибудь там, не знаю, Мерседес. Ну, она дешевле оказывается в эксплуатации. Ну, да. Или какой-нибудь, ну, какой-нибудь конец, Opel или что-то там еще. Это вопрос цены-качества и ваших экономических возможностей. Средители пишут о том, что удивительное явление, это вот совхоз имени Ленина, и он со своими социалистическими принципами, ну, как бы ярко очень отличается на фоне происходящего в стране. С вашей точки зрения, Павел Николаевич, вот эта идеология и эта практика, она способна конкурировать в рыночных отношениях? Как бы она может выиграть или вот невозможно это в этой системе? Ну, я бы сказал, она, конечно, не конкурентная, но в то же время. Подождите, социалистическая система не только конкурентно способна, и она обыгрывает капиталистическую. Это пример Китая. Там социалистическая система хозяйства. Советский Союз выиграл гонку вооружений, ядерную гонку, выиграл гонку у Запада в космосе. Он все выиграл. А какой уж проиграл, почему располагал? А, к сожалению, в виде предательства. То есть, знаешь, в любом случае любой организм должен перестраиваться в новых реалиях. И вот тут случилась такая вещь, и я считаю, что это действительно был элемент предательства. И, кстати, совхоз имени Ленин тоже. Вот если бы не предательство моих бывших родственников, то мы бы тоже сейчас не находились в таком положении. Но и то мы держимся же, все пока нормально. И поэтому только предательство можно разрушить. Только кто-то из великих людей сказал, что Россию можно разрушить только изнутри. Вот и все. И я считаю, что сейчас тоже предательство. Потому что это псевдопатриоты, которые там с флагами Единой России бегают по Госдуме-то. Они же на самом деле показали, как они колхоз Горького уничтожили. Колхоз Владимира Ильича. Как другие хозяйства Московской области уничтожили. Они до сих пор, да, они члены Единой России, да, они депутаты, да, они там во власти. Но они же уничтожили все. И оценку этому, к сожалению, власть не дает. Ну, потому что она сама такая. Поэтому мы выиграть. Вот сейчас взять наше производство. Да, несмотря на то, что вокруг капитализм, причем даже не какая-то крипотократия. Власть воров такая. Несмотря на это мы же держимся. И находим возможности, несмотря на это тяжелое время, и там благоустройство поселка проводить, и пенсионеров поддерживать, и зарплату повышать, и покупать новую технику. Ну, потому что у нас такая система хозяйства. А эти ребята, которые наши оппоненты, они сейчас называют себя главные акционеры. Ну, посмотрите, какое у них производство. Производство молока уменьшено. Количество земли, которое они используют, половина от той, которая у них есть. Из 20 тысяч гектаров они используют только 10. Остальное. Понавешали пизде плакатов. Земля, если какая-то у нас работает. Где же она у вас работает? Вы же показывали видео, как она у них там работает. Это позор. Если бы у нас тут хоть что-то так работало, у нас бы давно сожрали бы уже здесь. Половину заброшенной земли, а с другой половины они ничего не получают. Еще вот эта вот фраза, когда мы такие инвесторы, да вы покажите у себя, как что-то сделать. С 20 тысяч гектар они получают продукции меньше, чем мы с 2 тысяч гектар. Это мы о чем там говорим? Там еще написано, дорогой козий сыр, это и вклад в здоровье наций. Ну слушай, они там что только не написали, что они закладывают какие-то традиции сыроварения. Как будто до них в России, в СССР сыр никто не варил. Ну смешные, глупые, еще и с ошибками пишут. Не об этом речь. А мы о другом, о том, что да, действительно, во всем мире, без исключения, в любой отрасли социалистическое хозяйство мне показывает гораздо лучшие результаты. Посмотри на данные, кстати, по ковиду. Сколько во Вьетнаме, в Китае умерло на 100 тысяч населения, и сколько умерло у нас, и сколько умерло в Европе. Вот вам приоритеты китайской и вьетнамской медицины, которые построены по советским принципам. Я уверен, что если бы сейчас был Советский Союз, мы с этим ковидом бы не так бы носились, и совершенно другая была бы история. Да и все, все без исключения. Образование, культура, да все. Технологии, мы везде были первыми. Ну, или в первой тройке. Павел Николаевич, а как вы относитесь к новому запрету ездить в Турцию? Вот сейчас запретили рейсы. Это, опять же-таки, такой ответ на ковид, чтобы наши не заразились. Во-первых, ограничения в любом случае ввели любые страны. Вопрос же в другом, насколько они, как бы это сказать, действенны. Поэтому, да, Европа, другие страны ограничили все. Турки открылись, потом, видишь, у них там произошла вторая волна, или там третья, для них я не знаю. Другое дело, что мы обычно в Турцию коллективом выезжали на празднование 100-летия, 105-летия собирались, вот на 95 лет ездили. Причем это было так. Собирались все, у кого есть загранпаспорта, там, слава богу, вис никаких не нужно. И, значит, после празднования ночью или там рано утром садился весь самолет, там, 180 человек летало в последний раз. Естественно, оплачивал совхоз. И улетали, и там в лучшем отеле Турции. Все вместе? Да. Ну, там, кто хотел, брал семью, кто не хотел, один летел, там, с друзьями. И все улетали, и там пять дней жили, налиты, как это, праздновали юбилей совхозок. Значит, поэтому следующий юбилей у нас года через два будет. К тому времени, я надеюсь, Турцию откроют, мы снимем лучший отель, и мы опять полетим туда. Ну, причем, знаешь, как директор не летает, знаешь, почему? Нет. Коллективу не очень удобно, когда директор вместе с ними там празднует. Смущает. Там же all-inclusive, все включено, значит, и сказали, знаете, директор, вы лучше здесь посидите на хозяйстве, а мы полетим. Директор остается на работе, а они все летят. Это правильно. Ну, а так, конечно, если брать цена-качество, то, конечно, пока в России, неважно, где там, в Краснодаре, в Крыму, не построили такую систему, которая могла бы конкурировать с турецкими отелями. А если и построили, то цена гораздо выше, чем в Турции. И это не совсем понятно для меня. Ну, так же, как сейчас мы обсуждали, не совсем понятно, почему курс доллара или евро еще не так сильно прыгает, а цена на все поднялась на 20-40%. Причем это все, многое делается у нас. На металл, который мы используем для строительства, на гранулят, который мы используем для выдува бутылок, ну, в общем, на все, без исключения. И что дальше будет происходить, непонятно, но себестоимость продукции растет неимоверно. Ну, это видно и по удобрениям, по солярке, по средствам защиты растений, по всем составляющим нашей себестоимости. И плюс к этому, из-за того, что продукция в магазинах растет в цене, ты вынужден для того, чтобы люди, ну, скажем так, их доход не уменьшился, повышать заработную плату. В прошлом году мы повысили зарплату на 20%, и в этом году придется предложить то же самое, потому что за этой галлопирующей инфляцией, это неправда, что у нас она 3%, 4%, мы это видим, что это абсолютная ложь, нужно повышать заработную плату, мы сейчас будем этим заниматься.